МИЛИТИЯ 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 Ну нельзя нарисовать 80%. Ну хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%. Пусть даже будет 68%, как в среднем сейчас, по анкетам. Или 74-75% по опросам. Пускай, но все равно мы победители. Спустя три года жизнь в Беларуси, да и самих белорусов, существенно изменилась. Из-за террора, который Лукашенко развернул в стране после массовых акций протеста, не согласных с назначением его президентом, Тысячи людей оказались за решеткой, и с каждым днем их число только увеличивается. Другие же тысячами пытаются всеми возможными способами покинуть страну. Одна из тех, кому это удалось, Стасия Глинник. Ее дед Станислав Шушкевич – первый постсоветский президент Польши. Активная политическая позиция – это некая традиция семьи. Поэтому, как и тысячи других, в 2020-м Стасия принимала активное участие в акциях. За это на родине ей грозит 9 лет тюрьмы. Поэтому девушка вынуждена жить за границей. В Польше она помогается отечественникам и занимается волонтерством. Я точно знаю, что хочу вернуться в Беларусь, но в новую. В ту, о которой мы все мечтаем. В ту, которую мы построили бы сами. А в эту Лукашенковскую Беларусь – нет. Сказать «нет» режиму Лукашенко. На улицы Варшавы вышли тысячи белорусов. Именно Польша стала той страной, в которой проживает наибольшее количество политических мигрантов Беларуси. Только в прошлом году статус международной защиты получило 70 тысяч человек. Жилье Беларусь! Активисты прошли маршем солидарности по центральным улицам Варшавы, чтобы напомнить миру о репрессиях и жертвах режима Лукашенко. А также заявить, что белорусы продолжат сражаться. Мы пришли, чтобы показать, что люди есть и они сражаются. Мы хотим продемонстрировать, сколько нас и какие мы. Я хочу показать, что я против и я хочу все изменить. Беларусы не забывают то, что страны находятся в оккупации, то, что белорусы должны сражаться и противостоять тому режиму, который сейчас находится и в Беларуси, и в России. И я думаю, белорусы должны быть активны и продолжать свою деятельность и проявлять себя. Мы верим, что мы победим, мы верим, что Украина победит. Мы верим, что такие режимы, как путинский и лукашенковский, падут. И что нас много, несмотря на то, что мы в изгнании. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов не сдаваться и рассказала о своих новых проектах. В частности, о создании нового движения «Новая Беларусь». Чем оно будет отличаться от старого, не совсем ясно. Но его цель – это европейский выбор для Беларуси и солидарность с Украиной. А еще презентовала паспорт «Новой Беларуси» и пообещала работать над его легализацией, но и в целом над приходом к власти демократии. Мы поговорим о том, какой должна быть «Новая Беларусь» и как мы можем туда попасть. Какие реформы должны быть реализованы и как найти тех, кто совершил преступления. Мы поговорим о методах нашей борьбы и путях поддержки наших политзаключенных. От слов к делу призывают переходить политических лидеров бойцы полка Калиновского. Тихановскую там считают международным представителем, а для освобождения страны от Лукашенко предлагают создать другую структуру, некий центр национально-освободительного движения. Цель главная одна у всех – освобождение Беларуси, чтобы была свободная, вольная страна. Когда происходят какие-то военные действия, когда нужно действовать очень быстро, эффективно, белорусская оппозиция не успевает, и за это мы проигрываем. Вот вы создали такую организацию, и на данный момент тренируем людей и готовимся к освобождению нашей Беларуси. Такую же позицию разделяет и до недавно приверженец мирной политики Павел Марьевский. Он раньше никогда не держал оружие в руках, но после митингов 20-го вынужден был бежать из страны. А с началом российской агрессии вступил в белорусский добровольческий отряд в составе ВСУ. Мы в Украине получаем воевой опыт. Он нам, скорее всего, пригодится в Беларуси, потому что 20-й год показал, что цветочками и белыми носочками, становясь на лавочку протестуя, мы ничего не добьемся. Павел уверен, как только Россия проиграет войну, в Беларуси тут же начнутся перемены. А его сослужицы из добровольческого корпуса вместе с другими военизированными белорусскими группами среагируют на это мгновенно.